сегодня мне приснился сон в таком пограничном состоянии ну когда спишь и все осознаешь я еще думал в тот момент опять почувствовать себя вне тела посмотреть типа на себя со стороны вспоминаю рассказ игоря гусева о земле сперматозоидах яйцеклетки представьте что все мы сперматозоиды независимо от того мальчик ты девочка то есть сперматозоид несет различный гинокод земля это яйцеклетка и вот все что мы сейчас здесь делаем живем здесь вокруг на этой земле обитаем вокруг этой земли вокруг яйцеклетки то есть акт предтеча оплодотворения кто-то скажет да ладно это все конечно это все модельное представление и даже то что мы здесь друг другом взаимодействуем это есть некие некое явление фрактальность то есть что в малом то и большом так вот вся наша жизнь получается все наше существование здесь на земле есть смысл смысл попасть внутри нее то есть оплодотворить яйцеклетку не в том не в том плане чтобы умереть и нас закопали в эту землю вот как бы оплодотворение есть смена меры виде смерти вот ты живешь появился здесь в этом измерении вот здесь прожил типа на этой земле умер тебя закопали и все и дальше это как бы другая история я несколько по-другому вот представьте что земля земля вот на которой мы сейчас живем это есть яйцеклетка а все мы люди вокруг этой земли вокруг этой яйцеклетки есть сперматозоли и мальчики и девочки все равно сперматозоли и задача наша задача вообще по истории да вот которую какую мы знаем история оплодотворения то есть кто-то из нас не обязательно один потому что известные факты когда женщины рожают когда происходит вот там двойняшек тройняшек когда мне коллега рассказала что не родилась разнополная двое не с одной плаценты я не поверил это было девушкам году сейчас у этих близнецов есть по одному ребенку но собственно говоря это легко проверить то есть помощью современных методов исследования можно определить идентичны ли они по материнскому хромосомному набору если они идентичны тогда возможно это вот как раз тот случай про который я вам говорил поэтому я говорю что скорее всего такие случаи встречались просто про них никто не знал потому что ну во-первых определить что плацента монах реальная можно только с помощью ультразвуковых методов исследования которые стали использоваться ну относительно недавно вот и генетические исследования которые позволяют четко совершенно определить источник материнского и отцовского материалов и состав они тоже стали определяться недавно поэтому если обследовать этих детей и выяснится что у них материнский материал полностью идентичен полностью а с точки зрения отцовского материала они представляют химеру из двух разных сперматозоидов, тогда, в общем-то, возможно, что это как раз то. То есть это же факт. То есть речь не идёт, что ты один-единственный, кто-то должен туда зайти. Нет, это может быть группа людей. Условно говоря, людей. Группа сперматозоидов, которые могут собраться, строчиться, объявить своей целью и задачей попасть внутрь этой яйцеклетки. А что значит внутрь яйцеклетки? Внутрь земли, да, получается? Здесь мы вспоминаем истории всякие разные. об Антарктиде, о звёздных вратах, о каких-то входах в подземный мир, в полую землю. То есть эта же информация, она существует, значит, у неё должно быть основание. А какое основание? Вот, значит, ну вот, в документах ННР бы были найдены некие рисунки, некие мандалы, значит, с соответствующими текстами на санскрите. Я не выбираю санскрит, это или какое-то другое, другая письменность. Это вот как бы схематическое изображение модели пола земли. Вот это перевод на немецкий, вот это перевод уже на наш язык. Вот со стороны полюсов якобы есть некий вход на вот внутреннюю поверхность сферы. Мы же получаем там знания из фольклора. Они нам всякие сказки рассказывают. Вот, а мы такие получаем образование и не верим. И пребываем здесь вот каждый день. Ежедневно у нас, ежедневно у нас жизнь складывается в чём? В работе, в получении недостатка, в хозяйстве, там, каких-то, я не знаю, там, какую-то тётку найти, там, какую-то мужика найти, там, что-то там сделать. То есть, какой-то суете в бытовой вообще, вот, в никакой. А цель твоего пребывания, твоего пребывания здесь оплодотворить яйцекретку. То есть, попасть внутрь земли получается. А ты даже не думаешь об этом. То есть, давайте посмотрим на вот всё, о чём я говорю, о том, что люди вокруг земли, это сперматозоиды, как вокруг яйцекретки. Вот они там, как бы, бегут к этой яйцекретке, вокруг неё там что-то делают, какая-то суета творится. С позиции сперматозоидов, как вот меня или тебя, ну, ты же и есть сперматозоид. Ты посмотри на себя, вот у тебя вот, как головной мозг, вместе со спинным мозгом. Вот это вот головастик, да, голова, а спинной мозг – это хвостик, да. То есть, вот наше просто измерение – это мы, это тот же сперматозоид, вот он, тот же сперматозоид, облегчённый, но вкусный какой-то биоскелет такой. То есть, ну, некое следующее, следующий этап развития, эволюция этого того же, того же сперматозоида, потому что внутри нас всё тот же сперматозоид находится. И он даже как бы по форме, вот он находится внутри костного скелета. Что ты мальчик, что ты девочка, без разницы. Ты и есть эволюционированный сперматозоид. И мы находимся, мы здесь суетимся, живём вокруг этой земли, строим какие-то там бизнеса, учимся, создаём семьи, взращиваем потомство, следующее, кстати, фрактальное явление. Просто то же самое, только фрактал, только в другом масштабе. Это материнская яйцеклетка, на которую ещё сперматозоид. Ты попал, и остался там, на планете Земля. То есть и вырос. Вот этот сперматозоид, это мозг со сперным мозгом. Вокруг вот этого сперматозоида мозг со сперным мозгом, который меньше яйцеклетки. В сто тысяч раз, как бы, я траю яйцеклетки, то получается, что ты и остался на этой яйцеклетке. Ничего не изменилось. И всё транслируется изнутри, тебе на глаза, тебе на обоняние, на осязание, на вкус. Всё, все ощущения транслируются изнутри, с планеты Земля, которая имеет микроскопические размеры. И никакие миллиарды лет геологических эпох не происходят. Происходит 9 месяцев беременности матери, где происходят все так называемые геологические эпохи. Всё происходит в трубе матери. Пока делится яйцеклетка, в ней происходят метаморфозы с ядром, с её вот этими жёсткими, ну, материальными частями. И вот это и есть планета Земля. И задача, наша задача, оплодотворить, оплодотворить Матушку Землю. Там некоторые говорят, вот надо там сеять, пахать, там что-то ещё. Ну, конечно, надо сеять и пахать. Может быть, надо. А может, и не надо, на самом деле. Может быть, действительно, надо попасть внутрь Земли, самое главное. Это и есть акт оплодотворения. Понимаете? То есть, всё вот это вот, вся вот эта вот, всё это суета, вот это вот вся, всё это мишура вот эта вот вся абсолютно. От учёбы, работы, бизнеса, какой-то деятельности, там, семьи в частности, каких-то, там, я не знаю, там, законов, государств, там, и вообще, это всё такая шлуха, которая как раз и призвана отвлечь миллионы, миллионы климатозоидов от их цели все оплодотворить иницифы. А единицы, там, один, два, три, там, я же говорю, там, есть, как бы, такие случаи, что происходят роды, там, десятилетих вынашивают, значит, 10 сперматозоидов, 10 единиц, вот этих 10 человечков попали туда, попали вглубь Земли, оплодотворили её. Это и есть самая главная цель. Вы подумайте над этим. Подумайте над этим. То есть, настоящая, настоящая цель, настоящая цель это оплодотворение. Вот, в модельном представлении вот, яйцеклетки, сперматозоиды из земли и человека. Всё то же самое, только масштаб другой. А жизнь театра, люди в нём, актёры, на самом деле. То есть, что получается? Получается, самое главное, это найти вход вглубь земли. При жизни! При жизни! Есть над чем подумать. всё это к чему я? К тому, что там, где двое или трое соберутся во имя его, среди их и он прибудет. Он, эта идея, умный эфир, там, где люди собираются вместе, и они могут создать своё собственное измерение. То есть, их сознание, коллективное сознание, коллективный разум, создаёт своё собственное измерение. И они воплощают всё, вообще всё, что может человек представить. Человек не может представить того, чего нет. Всё, что человек может представить, во всё он может попасть. Ну, в условиях того, что это коллективное сознание. Но в связи с чем объявляю о создании коллектива, коллективного сознания, целью которой будет оплодотворение Земли, то есть, попадание вглубь Земли. Для чего? Для того, чтобы выйти в следующие измерения. Смена те люди, которые говорят про смерть, смена меры, что мы каждый тип из нас, это тоже шаблонное, шаблон такой, тоже стереотип, тебе его навязывают, ты в это веришь и кончаешь, как все. Хотя, неизвестно, что все одинаково кончают. Очень многие люди пропадают, говорят, что пропадают. А куда они деваются, непонятно куда. Может, они как раз и переходят в следующие измерения другим образом, в другие измерения. Мы живем в совершенно искусственном, созданном искусственном мире. То есть, наше гражданское общество живет в таком мире дезинформации, в абсолютном, в искусственном, абсолютно придуманном, искусственном мифе, в таком, легенде. То есть, это мир абсолютно придуманный. Кем придуманный? Вы подумайте, в каком мире вы живете? В чьем мире вы живете? Подумайте, почему Ну, вот в вашем мире есть какой-то самый главный, наверное, да? Вот ответьте, кто в вашем мире самый главный? Какое место вы занимаете в своем мире? Ну, здесь есть такой эффект квантового, квантовый эффект. Здесь есть и да, и нет, в том плане, что и вы главный, типа, как бы, вы главный. Вы же воспринимающий этот мир. В то же время в том мире, который вы воспринимаете, есть кто-то еще главный. Ну, например, кто? Ну, кто? Ну, кто? Ну, в частности, ну, давайте условно, там, глава государства, глава общества, глава общественного договора. Получается, что он может это, это, то и другое, ему доступно там это, это, то и другое, а вам что-то из этого недоступно. И получается, что доступно, ему больше доступно нежели чего. Получается, что он, как бы, главный в том мире, который вы воспринимаете. Получается, что вы живете в его мире. Вас это устраивает? Так вот, объявляем набор о создании коллективного сознания, коллективной группы, чьи цели и задачи будут попасть, оплодотворить Матушку Землю, попав внутрь полость Земли или найти нахождение самого входа туда. То есть это относится к теме телепортации в частности, изменение свойств времени, исследование природы времени. Это вот все про это на самом деле. Акт оплодотворения, когда ты попадаешь внутрь Земли, оплодотворяешь, то ты возрождаешься или ты перерождаешься в некое иное, в какое-то другое измерение. Не путем смерти, как вот нам дали модельное представление, мы же тоже живем в модельном представлении, во всем у нас все придумано модельное представление, как вот нам, мы видим там, люди умирают, рождаются, там что-то еще. Написано же, что не все мы умрем, но все изменится. И вот в частности предлагаю измениться путем при жизни, то есть при вот сознательном вот этом состоянии жизненное. То есть найти, начать исследовать тему входа в Землю, назовем ее полой Землей, это тоже условность. И как бы у нас есть циклетка, она полая, но не сказать, что полая, ну да, полая, но она же как бы не пустая, то есть там есть некая система организации жизненной, жизненного пространства. То есть и это переход в другое измерение, да, то есть это переход в перерождение, куда, во что-то новое, ну в какое, ну в неизвестное, ну что-то подобное, наверное, потому что подобное, подобное, ну хотя это тоже придумано на самом деле. В общем, объявляю набор людей, призываю вас, кому это интересно, подтягивайтесь, так скажем, давайте самоорганизовываться, потому что мы же разумные люди и способны самоорганизоваться в конце концов. И вот создадим такое движение в сторону оплодотворения, вот, и у нас есть все шансы, что нас кто-то родит, родит, вот, ни одного кого-то из нас, а нас коллективно, вот, кто-то родит в другом измерении. Обычно думают, что все миллионы сперматозоидов в перми самца борются за то, чтобы оплодотворить яйцо, но новые исследования показали, что это не так. Лишь небольшая доля сперматозоидов на самом деле ищет яйцо, у других другая задача, они игнорируют яйцо, потому что их задача выполнять функцию прикрытия. Идея, конечно, безумная для этого безумного мира. Все безумное, оно впоследствии оказывается открытиями, изобретением, потом входит в наш мир и становится привычными вещами с собой разумеющимися. Продолжение следует... Продолжение следует...